В Москве зима и мороз, а на сцене Большого театра жаркая Испания и эмоции у Анны Тихомировой и Игоря Цверко через край. Потому что эти эмоции не только необходимы их героям, но еще и личны. Потому что мечты сбываются и потому что есть одно слово. Счастье! В Большом театре в этот морозный день родились новые Китри и новый Базиль. Об этих партиях мечтают девочки и мальчики в хореографических училищах. Но достаются они лишь тем, кто рожден быть солистом. Китри и Базиль в балете «Дон Кихот» – своеобразная ступень в профессии, утверждающая зрелость, мастерство. Я еще не приняла, на самом деле, своего счастья, но сегодня был как-то удивительный какой-то вечер. Я, ну, с самого начала, конечно, был немножко мандраж. Вот, и я хочу поблагодарить большое Игоря Цверком, что он мне очень помогал на сцене. Был всегда рядом, спасибо ему большое. У него тоже сегодня была премьера. Такие смешанные чувства и радости, и усталости, и радость от усталости. Я, конечно, счастлив, но это, наверное, придет чуть-чуть попозже, потому что сейчас как-то после спектакля, здесь вот все эмоции, они еще внутри, все кипит. Так говорят Аня и Игорь в те минуты, когда занавес только что закрылся. Их дебют состоялся, и это факт свершившийся. А еще неделю назад – репетиции, страхи, волнения, сомнения, напряженные ожидания премьеры, потому что для них это и есть премьера. И мысли только об одном – как же он пройдет, этот такой долгожданный спектакль? Моя мечта – партия Китрия. Я даже не думала, что она существится. И сейчас, когда это все так близко, мне хочется, чтобы это было все-таки на уровне Большого театра. На уровне Большого театра это не только смелое, но и умное заявление. Потому что Дон Кихот – единственный из старинных классических балетов, родившийся именно в Большом театре. Потому что 150 лет назад его впервые поставил Мариус Петипа, а в 1900-м преобразовал Александр Горский. Имена двух хореографов и сегодня на афише Большого. А солисты, превращавшиеся в разные годы в дочь трактирщика Китри и цирюльника Базиля – это самые прославленные артисты балета. А теперь у новой Китри будет и внешность другая, и другой характер. Очень сложно мне, я стараюсь найти в себе какой-то образ такой, потому что моими все-таки какими-то кумирами всегда были вот моя Михаила Наплесецкая и, наверное, Екатерина Максимова в этих партиях. Я даже писала в институте, по ним работа, свой диплом. Партия Китри в балете Домихот. И как бы сейчас я даже перечитала его, тоже так интересно. Вот, и я не хочу ни в коем случае копировать никого. Хочется найти что-то в себе, свое, чтобы это было интересно зрителям. Помогает Ане готовить эту партию ее новый педагог Надежда Павлова. Здесь, прежде всего, надо отходить от Аниной индивидуальности. И поэтому главная моя задача – не переломить ее, а дать ей свободу такую вот, то, что у нее есть внутри. Пусть она это и покажет. Ну, там, может, где-то что-то, какие-то погрежности технические или еще что-то можно исправить по ходу репетиции. Главное – не задавить ее то, что у нее есть внутри. Вот ей хочется так, пусть делает так. Для Игоря Цверко Базиль – это тоже своеобразный вызов. И потому, что у него не так много пока главных и таких сложных партий. Конечно, спектакль очень тяжелый, эмоционально и технически, потому что здесь разного рода, скажем, элементы, как прыжковые техники, так и вращательные. Поэтому, конечно, этому уделялось очень много времени. К тому же после репетиций приходится еще и физической формой заниматься. Штанга, подтягивания, отжимания. А все потому, что цирюльник Базиль любит танцевать дуэтом со своей китрой. Не зря говорится, что поддержка. То есть партнер должен поддерживать. Понятно, что балерина не взомоет на второй этаж, но, как бы, соответственно, и помогает. Но у меня достаточно мало было такого дуэтного опыта, скажем, партнерского. Поэтому для меня это еще немного тяжелее, чем, возможно, для кого-то другого. Также спектакль очень тяжелый эмоционально, потому что надо выложить три акта, и каждый акт должен отличаться от другого. Я редко с собой, на самом деле, довольна. Я достаточно критически к себе отношусь, но сегодня я счастлива. То есть все, что я хотела, у меня все получилось. Мы такие темпераментные, поддающиеся эмоциям, поэтому, конечно, для нас, мне кажется, этот спектакль очень такой яркий. Поэтому она хотела станцевать, я хотел станцевать. И, в общем, нам дали это сделать. Вроде бы все удачно. В тот день не только у Ани и Игоря, но и у их педагогов были все основания для гордости. Естественно, есть места, которые всегда можно улучшать и улучшать. Но в целом для премьеры Большого театра, мне кажется, это очень достойный год. И я рад получить за своих, за своего ученика, и за партнерши, за Анечку тоже. Театр живет. Театр живет. Лучше, чем сказал Александр Ветров, и не скажешь.